Давайте я вам в двух словах расскажу о себе, почему я взялась этот семинар вести, какой у меня есть опыт. Я журналист, я работала много лет журналистом, редактором, руководителем отделов в агентстве Reuters сначала, и в частности как фрилансер. И потом много лет, больше 20 лет я работала в BBC. Когда я работала в BBC, я работала в отделе News Gathering, то есть это в отделе сбора новостей. И News Gathering — это тот отдел, который практически занимается освещением всех новостей, которые сейчас происходят. Таким образом, демонстрации, революции, войны, перевороты и так далее — это все было наше. Поэтому я, как трудовой журналист, тележурналист, радиожурналист, довольно много времени провела в горячих точках. Я работала в Афганистане, я работала в Израиле, я работала много очень в Чечне, поскольку моя основная территория была — это Восточная Европа. Я работала много в Карабахе во время Первой войны, в Осетии, в Ингушетии, в Грузии, в Абхазии и так далее. То есть у меня довольно большой опыт работы в горячих точках, ну и освещение, конечно, всяких революций, которые в это все время происходили на территории бывшего Советского Союза. То есть опыт работы рядовым журналистам в горячих точках. Кроме этого, я руководила отделами BBC, несколькими отделами, и занималась тем, что я отправляла своих журналистов, людей, которые были у меня в команде, работать в зонах риска. То, что мы называем «hostile environment» по-английски — это, в общем, зона риска. Это может быть что угодно. Это не обязательно война, это не обязательно столкновение на улице, это может быть землетрясение, это может быть любая ситуация, какая-то экологическая катастрофа, где ваш журналист оказывается в ситуации, скажем, нестандартной, необычной, и таким образом он подвергается определенной опасности. Есть отдельные, совершенно другие тренинги для журналистов, и это как бы как себя вести. Я об этом расскажу, просто чтобы менеджеры понимали, какого типа тренинги для журналистов должны быть. Я, честно сказать, я не нашла, проводят ли кто-то такие тренинги для журналистов. Явно вряд ли в Беларуси, но, может быть, где-то за пределами страны такие тренинги есть, и если их еще пока нет, то они должны быть на самом деле, потому что это очень важно. Но с точки зрения менеджера, вот эта вот работа в зоне риска, да, для нас, как менеджеров, это зона ответственности. И мне кажется, вот это самое главное, потому что на все, о чем мы будем говорить, мы будем смотреть именно с точки зрения нашей ответственности как редактора, как менеджера, как человека, который дает журналисту задание пойти вот в эту зону риска. Например, подготовка сотрудников, какой тренинг необходим журналистам, работающих в опасных условиях. Значит, мой опыт, это в основном опыт BBC, но этот опыт, он очень похож. Практически все западные компании, международные компании, даже не журналистки, но те, которые работают в странах с повышенной зоной риска или отправляют своих сотрудников, у них у всех протоколы очень-очень похожи. Значит, протоколы эти заключаются в том, что любой человек, который выходит на улицу, выезжает в командировку, работает в зоне риска, он должен быть обучен. Значит, понятно, что BBC — это очень большая организация с большими традициями. И я, то, что я буду вам рассказывать, оно, конечно, может быть, не всегда покажется, скажем, реалистичным на сегодняшний день для вас. Поэтому давайте мы договоримся, что я вам рассказываю о том, как вот, ну, в идеале, грубо говоря, это может быть, а вы смотрите, если какие-то элементы из того, о чем я буду говорить, вам покажутся, может быть, полезными, да, и что-то вы сможете для себя применить. Я прекрасно понимаю, что журналисты, которые работают в Лондоне и в BBC, да, это немножко не та ситуация, которая сейчас у вас, когда вы живете во всем этом. Но, тем не менее, может быть, какие-то вещи вам окажутся полезными. Страница на английском языке, ссылочку я могу прислать, это как бы общий обзор того, какой тренинг необходим журналистам, которые работают именно не в зоне войны, а именно вот на уличных беспорядках, да. Значит, давайте мы посмотрим чуть-чуть, просто чтобы понимать, о чем идет речь. Я вам буду по ходу говорить, значит, это называется как бы работа с общественностью и понимание зоны как бы риска при работе на уличных беспорядках. Это не беспорядки. То, что вы видите сейчас на экране, это, ну, вот этот конкретно архив, да, сейчас вот я вам покажу через секунду. Значит, о чем мы говорим здесь? Мы говорим о том, что журналистов специально обучают, как себя вести в такой ситуации. Значит, самая главная опасность, это один из инструкторов, которые занимаются журналистами BBC, самая главная опасность, это оказаться внутри, да, бегущей толпы, оказаться зажатым. Значит, и вот этот инструктор, он довольно подробно дальше в команде журналистов, в реальных сценариях, показывает, каким образом избежать опасности. Значит, для такого тренинга, для таких инструкций, как правило, приглашают или полицейских, или военных, которые создают ситуацию максимально близкую к той, в которой могут оказаться журналисты. Вот, собственно говоря, съемки такого тренинга, да, вот этого обучения. Значит, в данном случае показывают, каким образом оператору работать, если на улицах начинают кидать камни. Да, то есть, вот они отрабатывают эту технику вместе, два человека, два оператора. Обратите внимание, что их двое, мы об этом отдельно поговорим, да. Следующие упражнения им будут показывать, каким образом можно спрятаться за углом, скажем, от камня, который в тебя кинули. Дальше тренер будет рассказывать о том, что им необходимо. Например, вот он обращает внимание на то, что самое главное, это то, что у вас должна быть комфортная обувь и так далее, да. Значит, вот это видео, оно существует просто, чтобы показать, какого плана тренинг может быть для журналистов, которые работают в зонах конфликта. Значит, это не то, о чем мы с вами сейчас будем говорить, но просто как бы это то, чтобы вы понимали, что такие тренинги есть. Они на Западе, они существуют на коммерческой основе, то есть, есть компании, которые на этом специализируются, которым можно заказать такой тренинг, и они бывают там на день, на полдня, на неделю. Когда мы проходили тренинг, лично я его проходила регулярно, по правилам BBC такой тренинг проводится для журналистов каждые два года. То есть, если ты пропустил вот свое двухгодичное окно вот этого тренинга, то тебя не могут по как бы правилам BBC отправить в зону риска ни в какую. То есть, если ты должен опять его пройти, тогда у тебя как бы опять начинаются твои два года, когда тебя можно отправлять в зону риска. Это соблюдается абсолютно религиозно строго, да, то есть, мы сейчас будем говорить немножко о том, как это делается. То есть, есть специальная форма оценки риска для журналистов, в частности, вот то прошел журналист этот курс или нет, это как бы специально отмечается вот в этой форме. Значит, правила BBC, оценка риска. Все задания с высокой степенью риска должны быть формально оценены заранее журналистом и утверждены редактором или менеджером. Значит, многие говорят, что это нереально, там что-то происходит, мы выбегаем из офиса и так далее. Значит, понятно, что на какие-то стандартные ситуации вот эти формы, они как бы презаполнены. То есть, если вы изо дня в день освещаете, грубо говоря, конфликты толпы и полиции на улице, то у вас ваши риски, да, и ваши как бы предполагаемые проблемы, они в общем сильно меняться не будут ото дня в день. Если вы узнали, что, например, там с завтрашнего дня применяют слезоточивый газ, то вы добавляете в эту форму слезоточивый газ. Но зачем эта форма существует? Она включает в себя определенную информацию, которая в ситуации, скажем, когда что-то пошло не так, будет очень полезна. Значит, она включает в себя, кто потенциально может быть подвержен рискам. Это не только сами журналисты, это люди, которые вокруг них, да, и в частности из-за журналистов могут быть, да, если вы снимаете человека, скажем, а в это время кто-то как бы на вас обращает внимание, вы таким образом можете эскалировать вот эту вот ситуацию. Значит, поэтому в эту форму вы обычно включаете всех как бы участников, человек, которого вы интервьюируете, люди, которые вокруг, они могут быть подвержены этим рискам. Значит, ну вот эта вот картинка, на самом деле у меня есть незаполненная форма, она, на самом деле, раньше она была как бы на бумаге, потом она была на компьютере, но ее надо было распечатать, сейчас она в системе BBC внутри, то есть ее журналисты заполняют внутри в компьютере. Я могу сказать, что форму BBC сами журналисты BBC терпеть не могут, потому что она безумно длинная, потому что там есть практически вообще все ситуации, которые только могут быть, и я сама лично, вот как менеджер, когда я их утверждала, это, конечно, очень как бы длительный процесс, но это имеет смысл, когда вы уезжаете в какую-то дальнюю командировку. Если вы, как я уже сказала, просто там, грубо говоря, выходите на улицу, заходите обратно, то какие-то вещи должны быть как бы там предзаполнены. Но что важно, значит, когда возникали довольно регулярно вопросы, вот зачем нам нужны эти бумажки, это все делается для страховки, нет, на самом деле это делается не для страховки. Для страховки, да, тоже важно и полезно, но это на самом деле делается для того, чтобы перед тем, как журналист вышел на задание, выехал, вылетел, он для себя, да, в голове все вот эти риски как бы прошел, он подумал о том, что, что, чем он именно, да, какой риск реальный может быть в этой ситуации. Может ли он оказаться один в ситуации, где он не должен оказаться один. Может ли он за счет того, что он, я не знаю, как-то не так подготовился оказаться в ситуации, когда он выделится из толпы и его арестует. Может ли быть так, что у него, я не знаю, особенно высокий риск того, что у него отнимут аппаратуры, поэтому лучше взять там маленькую камеру, а не большую камеру. То есть вот эти вот вещи, буквально то, что мы называем по-английски tick box, да, список рисков, даже просто прочитав этот список и поставив галочки напротив тех рисков, которые реально существуют в этой ситуации, даже это уже само по себе лучше, чем просто схватить камеру и выбежать из офиса. Значит, эта форма заполняется для того, чтобы редактор, который вас посылает на задание, на эту форму посмотрел и сказал, вот этот риск слишком высокий, поэтому, чтобы его нивелировать, там есть отдельное, как нивелировать эти риски, да, потому что вы же не посылаете человека, чтобы ему дали по голове, вы посылаете человека, чтобы он вам привнес или картинку, или историю, или интервью, да. Поэтому вы, как редактор, смотрите на эту форму и говорите, так, вот тут ты пишешь, что тебе, скорее всего, дадут по голове. Каким образом ты этого будешь избегать, да? Человек для себя и для вас говорит, я этого буду избегать за счет того, что я не подойду близко туда, я не буду делать вот этого, и да, я, например, чтобы записать интервью, я не буду его записывать в толпе, а я уйду за угол, чтобы меня не видели, да, где я это интервью записываю. То есть вы таким образом работаете с вашим журналистом и вместе обсуждаете, как эти риски можно избежать. Если вы видите, что риск высокий, как редактор, да, и если вы, например, уверены, что, как бы, он того не стоит, грубо говоря, да, вот как мы задавали вопрос, стоит оно того или не стоит, то вы ему говорите, вот это ты делать не будешь. Вот конкретно вот эту вещь, потому что то, что тебе дадут по голове, да, и ты останешься инвалидом, оно не стоит этой истории. И, ну, в конечном счете это действительно так, да, то есть тут почему, как бы я в самом начале сказала, это очень сложная вещь, потому что журналист, он же не участник событий, да, он не должен быть участником событий. Журналист — это человек в общем, как бы, ну, вот в идеале, да, в такой идеальной журналистике, он нейтральный. Он приходит, он фиксирует события и уходит обратно к себе в редакцию. Но та ситуация, в которой сейчас работаете вы, и для вас, и для ваших журналистов, очень сложно сохранять вот эту вот, да, нейтральную позицию, типа над историей. И, конечно, вот в этой ситуации люди готовы сами идти на гораздо большие риски, чем если бы, если ваш тот же самый журналист, например, освещал там революцию, уличную революцию в Кыргызстане, да, потому что там он прекрасно понимает, что он журналист. А здесь вот эта вот зона, да, где же ты журналист и где ты гражданин, она немножко размывается. Поэтому если вы за счет того, что вы формализируете вот это вот отношение к риску, помогаете журналисту посмотреть на это как на работу, а не как на миссию свою, да, в обществе, то, может быть, вы поможете ему как-то себя сохранить лучше, да, потому что, опять же, ваша задача как редактора – это выпустить историю и сделать так, чтобы ваших журналистов при этом, да, не желательно не побили, не убили, не посадили. Я понимаю, что риски огромные, но, в принципе, вот эти две основные задачи, да, они у нас как бы существуют в связи. Значит, что в эту форму включено? Опять же, это не всеобъемливающее, но, опять же, чтобы вы себе представляли. Значит, личные данные участников, включая группы крови и последующие контактные данные родственников. Всем понятно, для чего это нужно, да, потому что я знаю, что у вас у всех есть отдел кадров, и там, когда людей принимали на работу 15 или 10 лет назад, наверняка они записывали какие-то контакты каких-то родственников, да, в лучшем случае, а в некоторых даже и не записывали. Но если вам нужно, да, в ситуации, вот ваш журналист вышел, да, и вы не знаете, что с ним произошло, и пытаться его найти, его телефон не отвечает, да, то дальше вам нужно очень быстро в одном месте четко знать, да, как, с кем разговаривать, если что, да, с кем общаться. Поэтому те люди, которые работают вот в, опять же, в зоне риска, они каждый раз заново вот в эту форму включают свои контактные новые телефоны, потому что, может быть, у человека там, я не знаю, был молодой человек, да, а теперь вот они с ним расстались, а в прошлой, да, как бы форме, которую человек заполнял, там был телефон вот этого человека. То есть вот это вот апдейты, да, они очень важны. Ну, группа крови, грустно, но все понимают, зачем. Это может быть чуть более актуально, конечно, для ситуации, когда человек работает в зоне военного конфликта, но, опять же, вы удивитесь, какое огромное количество журналистов сами не знают свою группу крови. Это просто удивительно, да, вот так вот попробуйте ради интереса, так вот сделайте куиз в редакции, поспрашивайте, многие просто не будут знать. А если им нужно переливание крови, да, то им нужно точно сразу знать свою группу крови. И мы в свое время, когда мы работали, вот, например, в Афганистане, мы писали на внутренней стороне бронежилет на свою группу крови, ну, опять же, это как бы экстремальная такая ситуация, но это очень важно. Подробная информация о медицинском оборудовании, которое необходимо взять с собой, да, травматологический пакет, личная аптечка. Опять же, вещь, которую, как бы, многие считают, что это вообще перебор, зачем, но это может спасти жизнь. Вот реально просто иметь в кармане жгут, да, может кому-то спасти жизнь. Поэтому маленькая аптечка не, там, не таскать за собой, понятно, там, целый рюкзак с лекарствами, но маленькая аптечка просто вот на какие-то такие важные вещи, она может на дне, скажем, да, камеры с аппаратурой или на дне вашего рюкзака может вам помочь. Подробная информация об используемых системах связи и круглосуточной аварийной ситуации, контактные телефоны на местах, на базе с графиками связи. Но, опять же, это, как бы, копия из формы BBC, но вы понимаете, о чем идет речь, да, то есть мы в этой форме всегда прописываем то, как мы будем оставаться на связи, мы об этом немножко поговорим позже, когда я буду говорить о протоколах, когда человек выходит, да, на улицу и работает там. Подробные сведения о средствах индивидуальной защиты, но это, как бы, вещь BBC, это больше касается бронежилетов, шлемов и устройств слежения. Опять же, это, как бы, напоминание человека, чтобы он понимал, что это ему будет нужно. Подтверждение того, что каждый участник задания получил соответствующее обучение. Помните, я это сказала? Вот этот вот курс, который по-английски у нас называется HIFAD, то есть курс работы в зоне риска. Если человек не сделал, да, не тик вот эту коробочку в форме, то он автоматически, как бы, на это задание не может уйти. Значит, планы на случай непредвиденных обстоятельств, включая неотложную медицинскую помощь, потерю связи, похищение, задержание. Как выбрать, кого отправить на такое задание, да, и как вообще делать, что с этим делать, потому что это очень сложно. Значит, я вам рассказываю про правила BBC, да. Понятно, что, опять же, ну, в BBC есть свои, как бы, вещи, до этого дошли большой, как бы, потом кровью и неприятностями вот до этих правил. Я когда начинала работать в BBC в 96-м году, и я начинала практически сразу с большого количества тоже работы в военных зонах и так далее, тогда не было никаких форм вот этих, и не было ничего, и тебя даже особенно не спрашивали, типа говорили, что, типа, вот командировка в Чечню, вперед. Но за 20 лет это очень сильно изменилось. Изменилось это из-за того, что, например, очень большое количество моих коллег, моих ровесников, с которыми я в свое время работала, например, в Чечне в той же, да, и в Афганистане, они сейчас не в очень хорошем состоянии находятся. Они как бы, ну, то есть вот это те люди, которые, к сожалению, получили очень серьезное, как бы, да, стрессовое расстройство, и они практически не функционируют сейчас, они не могут функционировать как журналисты. Это очень страшно наблюдали, потому что я вместе с ними провела много, как бы, да, лет в поле, то, что называется, да, мы вместе освещали эти истории, и, как бы, вот, глядя на все это, и имея некоторое количество каких-то судебных дел, да, BBC дошло до вот таких вот определенных правил, которые вы сейчас видите все на экране, да. Это правило о том, что никого нельзя принуждать, но я думаю, что, как бы, это мы и по-человечески понимаем, да, то есть это все происходит на добровольной основе, но, как бы, просто принуждение есть, типа, пойдешь или, or else, да, или я тебя уволю, а есть принуждение такое, да, косвенное, когда, например, людям начинают активно, скажем, не знаю, там, доплачивать, выдавать премии за то, что они работают в зоне экономистского и так далее. Делается это публично, да, то есть, как бы, на показ, чтобы остальные сотрудники понимали, что, а вот они этого не делают, да, и какие-то разговоры о трудоустройстве, о контракте, о продлении контракта и так далее. Я, честно сказать, да, вроде бы это очевидные вещи, вроде бы по-человечески мы все понимаем, что этого делать нельзя. Я лично видела в BBC, как это происходит. У меня лично была ситуация, вот у меня, но, как бы, это была ситуация, когда я выезжала из Афганистана, и один из редакторов, я провела три недели практически в палатке на севере Афганистана в самом начале войны, и мы, как бы, работали три недели, работаешь три недели, потом обратно уезжаешь в бюро и работаешь из бюро, потом опять три недели в Афганистане, поскольку у нас постоянно была вот эта ротация. Я выезжала, у меня у дочки должен был день рождения, ей исполнялось, по-моему, что такое, 9 лет или 10 лет, и редактор, которая сидела в Душанбе, в Таджикистане, в этот момент как раз началась атака американская, и им нужны были дополнительные журналисты. Она мне стала говорить, ты знаешь, что я тебя обратно отправляю из Таджикистана в Афганистан, то есть ты не улетаешь отсюда в Москву, потому что нам там нужны дополнительные люди. Я сказала, что извини, но как бы я не могу, потому что у меня у ребенка день рождения, я ей обещала 100%, что я на день рождения вернусь. Она мне сказала, ты знаешь, мне кажется, что значит, ты, наверное, неправильно выбрала себе профессию, если ты считаешь, что день рождения твоей дочери важнее того, что ты сейчас как бы развернешься и поедешь в Афганистан. Ну, естественно, как бы я не развернулась, не поехала, я уехала как бы на день рождения дочери, но я как бы, это было очень много лет назад, это было почти 20 лет назад, и я помню, как меня сильно задело как бы этот разговор. Я знала тогда очень четко, что она была неправа, я понимала, что у нее у самой детей не было, и она не понимала как бы вот эту вот ситуацию, но мне было реально очень неприятно и очень как бы, я была не уверена, что я принимаю правильное решение. И вот это вот умение как бы надавить на человека, то есть она не говорила, тебя уволят, ничего, она просто мне сказала так как бы, ну, может, ты не в той профессии, раз ты, типа, уезжаешь на день рождения с войны. И удивительно, когда это исходит, да, от человека, с которым ты работаешь, она была, ну, чуть более старше, как бы меня, по должности там ненамного, это задело очень сильно, поэтому такие вещи, они как бы, ну, их нужно, да, постараться избегать. Вот, значит, ну, опять же, в идеале, да, мы смотрим на то, что все, кто выполняет работу с повышенным риском, должны быть в хорошей физической и психической форме и не иметь тяжелых травм. Менеджеры должны учитывать возможные психологические, эмоциональные последствия участников при подборе команды. Это включает и тех сотрудников, которые будут работать с материалами в ньюзруме, монтаж, отбор фото и так далее. Ну, опять же, я знаю, что пресс-клуб планирует отдельно тренинг по стрессовым расстройствам, мы о них подробно говорить не будем, потому что это как бы не совсем моя специализация, но как любой менеджер BBC, который работал с журналистами, которые работают в зоне риска, я проходила специальный тренинг, и как бы нас всех обучали, каким образом быстро отследить, есть ли у человека, да, вот это стрессовое расстройство и что в этом случае делать. Это довольно важно, и опять же, мы к этому вернемся. Значит, ну, вот команда, количество людей. Смотрите, я понимаю, что у вас маленькие редакции, и я понимаю, что как бы вообще вся тенденция мировой журналистики, она последние несколько лет катилась к тому, что у нас есть один человек-оркестр, видеопродюсер, да, который выходит, сам себе снимает, или сам себе там делает интервью, или сам себе фотографирует, приносит все это в редакцию, и это все прекрасно работало. Но правила эти сильно меняются, когда вы работаете в зоне риска. Помните, вот это видео BBC, которое я вам показала в начале, они отрабатывали систему того, как, да, как оператору работать, когда там вокруг что-то происходит. Вот, глядя на эту картинку, да, это как будто они менялись ролями, это тренировка, я знаю, кстати, это оператор, это Джон Хьюз, мой приятель. Значит, почему это происходит, и зачем? Зачем, собственно говоря, вот оператору, фотографу нужен второй человек? Потому что оператор, или фото-журналист, он смотрит, да, в видоискатель, грубо говоря. И даже если вы с мобильником снимаете, это не имеет значения, вы все равно смотрите на экран, да, то есть вы не видите 360 градусов, это вот абсолютно, Владислав сказал, стопроцентно. Второй человек, это тот человек, который только смотрит вокруг, да, то есть он держит руками, буквально, вот как на картинке показано, и нас учили это делать, ты держишь руками своего оператора, даже если он с мобилкой, неважно, чтобы вас не, чтобы вы с ним не разошлись, там, одной рукой, двумя руками, и как бы по сути вы его, да, направляете, при этом смотрите всегда вокруг. Это очень важно, это мы опять же учим на этих курсах, но с точки зрения менеджера, что мы должны знать, что мы никогда не отправляем человека в толпу одного, да, никогда, потому что это как бы самое-самое опасное, то есть он просто не сможет, да, как бы увидеть все, что происходит вокруг него. Опыт, это очень важная вещь, вот как вы сказали, хорошо, если эти два человека друг друга знают, да, значит, хорошо, если как минимум один из этих людей, это человек опытный, потому что самое опасное, это вот в такую ситуацию, даже если их двое, даже если их трое, если вы отправляете команду, в которой все они, в общем, новички, да, потому что, как кто работал, вот я смотрю, что многие из вас сами работали, да, я как человек, который много работал в таких ситуациях, я знаю, что это реально, как бы, ну, опыт это вот самое главное, потому что ты просто чувствуешь, да, ты чувствуешь толпу, ты чувствуешь, как бы, в какой момент они побегут, ты чувствуешь, в какой момент начнут тебя что-то кидать, и нужно уйти в сторону, ты точно знаешь, когда нельзя, там, в подземный переход зайти, потому что тебя там заблокируют, когда нельзя за какой-то тупик прятаться, потому что оттуда нет выхода, да, в какой, как подъезд стоит забегать, в какой не стоит, то есть, вот человек, который это делал уже много, если он в команде, да, его можно поставить, человек менее опытным, но двух новичков лучше в такой ситуации, конечно, не бросать, опять же, очевидная вещь, но просто вот как бы важно, вот, значит, что еще, личные обстоятельства, контекст, у нас есть эта тенденция, это очень характерно для очень, практически всех менеджеров, особенно чуть менее опытных, скажем, менеджеров, редакторов, это то, что мы как бы оцениваем, ну, вообще любой человек оценивает как бы мир через призму своих собственных взглядов, предпочтений, рисков, да, готовности что-то делать. Опять же, как у редактора, как у менеджера у нас есть ответственность отключать вот это вот проецирование, да, на работе, то есть если вы, например, готовы работать в горячих точках, готовы выходить на улицу, готовы, скажем, рисковать, это не значит, что, или очень как бы чувствуете себя эмоционально, да, и считаете, что это важная история, как журналисты, вы обязаны это делать, если вы об этом очень громко и много говорите в редакции, то никто из ваших журналистов, кто может быть не готов, это из более молодых, да, не опытных, из, скажем, тех, кто как бы, ну, не уверенно немножко себя чувствует, они никогда не посмеют сказать, что вы знаете, я все-таки вот, наверное, не пойду, поэтому тут очень важно, как бы, не проецировать свое отношение к работе, к жизни, да, к тому, что такое журналистика на других людей. Очень небольшое количество людей из моего опыта, на самом деле, вот так вот в массе, готово рисковать жизнью ради работы, а большое количество людей делает вид, что они готовы это делать, потому что они чувствуют, что от них этого ожидают. У меня была команда, я очень удивилась, на самом деле, для меня это был очень большой переход, потому что я много лет проработала в Ньюс Геттеринге, это вот, как я вам сказала в самом начале, это отдел новостей BPC, где практически все люди, которые там работают, они работают почти всегда в горячих точках, да, то есть это как бы рутина твоя. И я так привыкла к тому, что, конечно, все практически готовы это делать, потому что ты не идешь работать в этот отдел, если ты не готов, то когда я в Лондоне оказалась руководителем команды инноваций, и у нас было несколько командировок, они даже были не горячие точки, но были как бы с определенной зоной риска, и пару человек у меня просто отказались. Они сказали, а мне это не надо, я это не буду делать, я помню, что для меня это был шок, потому что я никогда с этим сама не сталкивалась, и это может быть и у вас, когда вы в одной редакции вы работали, где был такой боевой дух, и все как бы, да, а вдруг вы уходите в другую редакцию, и там совершенно другая атмосфера, и мне кажется, что вот это очень важно, не проецировать свое вот это вот ощущение от того, что такое журналист, на то, как бы, как это видят ваши сотрудники, потому что, в конце концов, они работают не на вас, они работают на издания. Вот, ну, опять же, важная вещь баланса в коллективе, да, вот у нас есть такие герои, которые как бы всегда туда ходят, их все знают, они все очень такие крутые, и мы знаем, что они надежные, мы их туда отправляем, а есть вот люди, которые, типа, у нас сидят за компьютером, мы их ни разу на улицу не отправляли, не уверены, как они там себя поведут. Мне кажется, что, опять же, в ситуации такой вот стрессов, который мы сейчас, как бы, да, ну, вы в большей гораздо степени, чем кто бы то ни было вместе и с вирусом, и с тем, что у вас происходит, гораздо меньше реального редакторского времени остается на, как бы, понимание того, что происходит в голове у людей, да, за исключением каких-то вот таких вот там да и нет нюансов. Поэтому тут важно иногда, если есть такая возможность, хотя бы раз в две недели, да, на пять минут, на десять минут поговорить с теми, с кем вы не общаетесь рутинно и постоянно, и посмотреть, как бы, что у них, может быть, вот этот молодой человек, который сидит справа, он на самом деле очень хочет тоже найти, пойти и как бы работать на улице, но как-то на него под этим углом никто никогда не смотрел, да, или эта девушка, может быть, еще более часто встречается. А вот тот, который слева, и которого мы посылаем на улицу все время, потому что мы знаем, он такой крутой и вообще исправится, а он уже устал до такой степени, что он, скажем, ну, просто не может и не хочет, но у него имидж был определенный, да, и ему, как бы, деваться некуда, ему приходится еще раз и еще раз выходить и это делать. Протоколы действий журналистов на задание. Здесь есть, на мой взгляд, как бы, три важные вещи. Первая — это то, как вы формулируете задание, да, значит, первое, ну, самое главное — это то, что, как бы, вот эта история ваша, да, например, вот эти вот уличные демонстрации, она изо дня в день происходит, поэтому вроде как понятно, о чем история, да, она про то, как люди выходят на улицу, да, и протестуют. Но на самом деле, конечно, история каждый день разная, то есть она вроде как одинаковая, но она разная. И журналисты, как я сказала в самом начале, они не протестующие, они как бы не участники политического процесса на самом деле. Журналисты — это люди, которые фиксируют, что происходит и рассказывают об этом остальному населению. Поэтому формулировка задания — это очень важно. Вы каждый раз, когда вы человека отправляете на улицу, не стоит ему говорить, иди там, посмотри, что там сегодня, да, вы говорите, сегодня у нас будет история вот об этом, поэтому ты, как бы, набери для этой истории то, что нужно, и уйди оттуда, потому что нет смысла торчать там лишние, там, час, два, три часа. Есть искушение, потому что вдруг что начнется, но на самом деле ваша задача, как редактора, да, не поддаваться вот этому искушению, что пусть он там что-нибудь найдет, а дать ему четкое задание, что нужно. И сразу, как только человек под это задание собрал то, что нужно, картинки, это видео, интервью, текст, он сразу должен оттуда уйти. Чем меньше времени он проведет в зоне риска, тем меньше риск для него. Второе — это связь, да. Значит, ну, опять же, может быть, кто-то даже из вас хочет поделиться протоколами, если как бы вы не считаете это конфиденциально, но вот мы записывали всегда вот эту форму риска, да, как, когда и с кем мы будем связываться. И если человек не вышел на связь в то время, в которое он сказал, что он выйдет на связь, то это автоматически означало тревогу, да, это автоматически означало, что что-то произошло. И дальше у вас начинается протокол, вот о котором Владислав говорил в нештатной ситуации, да, то есть через какое время вы включите этот протокол, будете ли вы пытаться как-то еще с ним связаться, я не знаю. Но, опять же, вот то, что вы четко не просто, типа, ну, ты там мне позвони, скажи, как у вас, да, а что ровно каждые полчаса ты мне смсишь, да, и если я получаю смс вот с этими словами, это значит, что что-то не так. Считайте для себя вот эти промежутки связи, да, то есть, грубо говоря, ну, когда мы уезжали в командировку, это было там каждое утро и вечер. Если у вас человек работает, выходит на улицу, это может быть каждые полчаса, это может быть смс, это может быть звонок, но протокол обязательно должен быть. И главное, что человек должен не просто звонить в редакцию кому-нибудь, мы всегда делали такой pairing, да, то есть человек, который на задании, он четко знает, кто в этот момент его ведет в редакции. В разных редакциях разные структуры, но это должен быть конкретный человек, то есть не просто там кому-то, потому что иначе вы не будете знать, позвонил он или она, или вы позвонили. А если как бы есть конкретный человек, который сегодня ведет те группы, которые работают на улице, то, естественно, у вас будет вот этот протокол четко работать. Они сразу вас оповестят, если же кто-то не вышел на связь тогда, когда должен был выйти. Вот, ну и протокол для внештатной ситуации мы уже обсудили, мне кажется, у вас как бы есть очень хороший опыт, и я бы всем порекомендовала этот протокол иметь, как я уже сказала, там, я не знаю, в письменном виде, на компьютере, так, чтобы у всех основных людей в редакции все знали, как бы, что в этой ситуации происходит и кто что начинает делать. Вот, значит, мы зашли до дебрифа. Дебриф — это очень важная вещь, а дебриф практически никто никогда не любит делать и не делает, кроме как если что-то пошло сильно не так. Но на самом деле, если вы найдете время для дебрифа, да, то это вещь совершенно гениальная, потому что он, опять же, он может происходить очень коротко, стоя в пять минут, но вам откроются как бы вещи или опыт какой-то, который был у людей, который как бы очень важен. Значит, первая причина, по которой проводится дебриф после задания как бы в зоне риска, это понять, была ли ситуация какая-то травматическая, да, для любого участника событий. Значит, разные люди по-разному оценивают травматические ситуации. У вас может быть, например, в команде женщина, которой просто кто-то крикнул какую-то гадость, да, неприятную, и для нее это будет более травматическая ситуация, чем, скажем, для ее коллеги, которого кто-то толкнул, и он упал, да. Поэтому очень важно не оценивать уровень травмы как бы через призму своего восприятия. То есть нужно почувствовать и понять, как бы, насколько человек, именно тот человек, насколько для него или для нее, это было травматично, это может быть очень непредсказуемо. Значит, общее настроение команды. У меня была ситуация, когда у меня отправила команду работать, они работали в Рио, то есть как бы снимали фильм, совершенно там не опасно ничего, но Рио, сама зона риска, сколько журналистов там постоянно дают по голове, грабят и так далее. И они приехали, и они были все просто в ярости. И когда я пыталась разобраться, почему, собственно говоря, выяснилось, что у меня, они снимали, поскольку мы снимали документальный фильм, они снимали двумя камерами, два оператора, парень и девушка, выяснилось, что, чего я не знала совсем, что они друг друга терпеть не могут. Они раньше вместе никогда не работали. И они после этого, то есть у них настолько стрессовая была ситуация, уже как бы на фоне того, что это стрессовая как бы зона, что это была одна из самых худших командировок, один из них как бы потом отказывался вообще куда-то ездить и так далее. То есть то, чего я совсем не ожидала, поэтому как бы вот настроение, состояние на будущее очень понятно как бы знать. Я с ними отдельно поговорила и постаралась на ближайший год их не ставить. У меня было несколько людей, которые вместе работали в виде журналиста, просто не ставить их в одну команду, потому что выяснилось, что у них была вот хорошая, каждый по-своему хороший человек, но вместе и десинкразия полная. Ну, вот так бывает, да. Значит, и вывести какие-то уроки на будущее. Например, если ваши журналисты выяснили, что конкретно вот в этом месте, там, я не знаю, каждый раз там возникает какая-то проблема, то если вы как редактор об этом знаете, то когда ваша следующая команда пойдет в это место, вы будете как бы их предупреждать, что вчера вот у ребят там была такая проблема. Эти вещи как бы очень часто и так происходят, да. Но если они происходят как бы более организованно, да, опять же, я не говорю, что вы там забронируете комнату митинга и сядете с ними на час, да, проводить митинг. Ни у кого на это времени нет. Но даже если вы как редактор на ходу быстро очень сделали, раз, два, три, четыре, все. И дальше вы как бы для себя это знаете. И у вас это просто будет зафиксировано даже просто в голове. Это довольно важно. Дебрифы очень важные. Значит, и дебриф очень важен с точки зрения травмы. И здесь как бы вот то, что я рассказывала, журналисты BBC, редакторы BBC нас всех обучали специально, как определить, была ли у человека травма. Вторичная травма — это очень серьезная вещь. То есть даже если журналисту самому не настучали по голове, даже если журналист не оказался где-то там в неприятной ситуации, в зоне риска, в толпе, не был арестован. Но представьте себе журналисты, которые каждый день, например, делают интервью с людьми, да, у которых кто-то арестован. Вторичная травма — это очень серьезная вещь, это очень опасная вещь. А журналисты вот про эту травму, они точно никому рассказывать не хотят, потому что они не понимают, что она существует. Когда ему дали по голове, он об этом расскажет, потому что, ну, да, как бы практически в какой-то степени, да, геройский поступок. Дали по голове, ты выжил, молодец. А вот когда ты эмоционально полностью погашен из-за того, что тебе уже несколько месяцев рассказывают страшные истории, а ты при этом не можешь сказать, что это как бы с тобой случилось, вот это вот очень-очень опасная вещь. И за этим надо следить. И то же самое касается людей-монтажеров, которые у вас вообще из офиса не выходят, а просто с утра до ночи монтируют, да, какие-то неприятные вещи. То есть следить за тем, что у них нет травмы, это тоже ответственность редактора. Ну, вот мы дошли до самой, как бы, такой грустной темы, посттравматическое стрессовое расстройство. Как многие журналисты и многие, как бы, люди, как бы, в этой профессии, я сама очень долго не совсем верила в то, что это существует, скажем так. Отчасти потому, что мне повезло, и у меня не было в той степени, в которой, как бы, это может сильно быть. То есть у меня были какие-то признаки, но вот есть, как бы, есть травма, а есть посттравматическое стрессовое расстройство. Это две разные вещи. И первая реакция, вот когда вы проводите первый дебриф, да, и даже второй дебриф, отличить их друг от друга практически невозможно. И поэтому нас учили всегда проводить, когда вот, да, человек явно был чем-то травмирован эмоционально, нас учили проводить всегда три дебрифа. Первый сразу после приезда, второй через две недели, и следующий через два месяца. И вот если вы видите, что, скажем, признаки травмы, они не проходят с течением времени, то это, скорее всего, посттравматическое стрессовое расстройство. А если вы видите, что нормальная реакция человека быть травмирован, да, я, например, помню, что я работала в Ингушетии и в Чечне довольно долго, и тоже мы, как бы, в Ньюсгендринге мы работали вот этими вот вахтами, когда ты туда заезжаешь на две недели. Две недели сидишь там, да, освещаешься эти ужасные истории, а потом выезжаешь обратно, как бы, оттуда. И когда мы там работали, у нас постоянно были телохранители. Мы везде ходили с телохранителями. Телохранители — это, как бы, громкое слово, да, это было два Ингуша с большими автоматами, но, как бы, чтобы не украли, грубо говоря. Я помню, что я приехала в бюро, в Московское, после двух или трех недель в Ингушетии, и в какой-то момент у меня реально, у меня началась паника в супермаркете, потому что я поняла, что рядом со мной нет телохранителя. И это вот ощущение, что ты постоянно следишь, что они с тобой, оно, как бы, я очень удивилась, потому что я не была, как бы, травмирована, ничего. То есть есть какие-то странные вещи, вот эти, да, триггеры, то, что называется, которые могут вызвать вот это ощущение. Но, опять же, мне повезло, да, у меня это, как бы, вот было, прошло, и слава богу. Но есть у меня лично есть друзья, у которых это, как бы, осталось, и это, к сожалению, очень тяжело. Значит, опасность в чем? Опасность в том, что люди, которые, как бы, переживают это посттравматическое расстройство, да, они, как бы, внешне выглядят очень неприятно. Они, как правило, раздражительные, они срываются, они эмоциональны, или они ноют, или, там, я не знаю, они все время опаздывают на работу. То есть, как вы, как редактор, вы видите вещи, которые, как бы, да, вам очень сильно не нравятся, и вы не знаете, почему это происходит. А, скажем, для человека, у него внутри происходят вот такие вещи. Опять же, это, как бы, такие очень поверхностные вещи, как бы, поверхностная информация, которую я вам даю. То есть, есть специализированные курсы, они для вас будут, поэтому, кому это интересно более подробно, это лучше, как бы, чтобы рассказывали психологи. Это, вот, базовое обучение, которое давалось мне, как редактору. Вот, и нужно следить за признаками. Признаки бывают разные. Классический признак, скажем, который я наблюдала, это алкоголь у журналистов, когда человек начинает просто каждый вечер довольно сильно пить. И человек, который все равно выпивал чуть-чуть, а начинает выпивать много, это, на удивление, сильно незаметно. То есть, занимает какое-то серьезное время, прежде чем ты понимаешь, что это, как бы, за пределами нормы. Вот, ну, и другие какие-то есть вещи. Опять же, кому интересно, огромное количество есть ресурсов онлайн, а именно про журналистов почитать, посмотреть. Значит, ну, вот, мы дошли до ресурсов. Как я сказала, мне очень жалко, что в Беларуси, ну, мне кажется, это нереально просто организовать тренинг такой вот, да, как бы в поле, то, что называется, с практическими занятиями совсем для журналистов. Но, тем не менее, есть какие-то ресурсы онлайн и для редакторов, и для журналистов. Я здесь подобрала практически все русскоязычные, кроме вот одной, но она просто очень такая специализированная, поэтому даже с английского, с Google Translate, кому интересно, для себя, и для ваших, главное, для ваших журналистов, посмотреть, почитать. Продолжение следует...